Продолжение следует... Впрочем, есть способ, который сбережет и время, и нервы, и деньги. Анастасия Кашинцева продолжит. Радость от покупки нового автомобиля омрачила томительное ожидание регистрации. В отдел ГИБДД Максим отправился, что называется, на удачу, но в этот раз она немного подвела. В очереди он оказался аж 76-м. Ну вот, получается уже 4 часа. И это еще не предел. Если время дороже денег, существует коммерческое предложение. Десятки частных контор готовы помочь с постановкой на учет. Консультант без промедления называет цену. 5 тысяч рублей плюс госпошлина. По стоимости вместе с пошлиной с нашими услугами 8 тысяч рублей получается. В ближайке в течение полутора часов автомобиль станет оплаты по факту. Свои услуги некоторые навязывают довольно агрессивно. Но если вы действительно хотите сэкономить и время, и деньги, вам на другой портал. Заявление на регистрацию транспортного средства можно заполнить на сайте госуслуг. В этом случае автовладелец может выбрать удобное время для визита в ГИБДД. Кроме того, анкета уже готова, госпошлина оплачена. А значит, вся процедура упрощается и ускоряется. Непосредственно записавшись через портал, гражданин единственно обращается в окно. То есть он распечатывает заявление. И сразу может обращаться на площадку осмотра подразделения. В среднем данная процедура занимает от 30 до 40 минут. Запись через госуслуги доступна уже больше года. Правда, пользуются этой возможностью далеко не все. Например, в районе Строгино по электронной записи приходит только треть посетителей. Возможно, кого-то останавливает необходимость регистрироваться на портале. Но в ГИБДД готовы помочь и с этим. Паспорт СИНС мне нужен, я его регистрирую. Потом отправляю на почту или Банк Москвы подтверждает личность. Там нужно просто расписаться. Удобно. Своевременное время подошло и все. Насколько надо зарегистрировался. Час не прошло. А уже почти все? Уже вот, да, все сдался. Выдача. Ну, очень быстро. Сейчас вот новые талоны. Раньше я был тут год назад. Там приходилось день почти стоять в очереди. А сейчас все. Через портал Госуслуг можно выбрать любое отделение ГИБДД Москвы. Записи открыты не только на ближайшие даты, но и на недели вперед. Анастасия Кашинцева, Наталья Смоленская, Савель Матюхин.